вот сегодня у нас такие данные сегодня мы открыли 15 компаний из них одна из украины 2 из пиба один из гранта остальные новые компании в чем я сомневаюсь у нас плохая служба персонального менеджмента здесь в центральном банке видели нашу рекламу новую нет про этот самый банковской а вы просто не все прочитали на машине ну что там написано про лекарства написано ну это как бы вопросы рекламы я она долгоиграющая на первом этапе будут смотреть на на то что написано а большими буквами они увидят только человека в белом халате ну первый раз когда рассчитано на машины первый раз они проедут и увидят человека в белом халате банковской отельницы ну то есть как бы заиндрируют а на десятый раз они прочитут уже будут смотреть что там написано дальше вот так что мы будем бить именно в этот сегмент рынка это реклама нам стоит не знаю у нас там двадцать или семнадцать этих баннеров по пятьсот долларов это 5-7 тысяч долларов в месяц ну если так 750 долларов мы ну там в среднем зарабатываем на открытии да вот еще кроме того 6 счетов валютных это все значит 20 20 на 50 это 1000 1000 на 24 ну это уже у нас 2000 24 тысячи долларов мы только заработаем и 2400 да нет 24 тысячи долларов мы только заработаем на 2000 так что реклама это реальные совершенно вещи ну как бы 19 карточек плюс 124 тысячи гривен у нас со всего мы приняли 238 на ток 114 а прирост всего 124 на минус 3000 гривен а это справки которые я для себя делаю и вы в отделении тоже сможете такие справки себе заказывать и кто-то вам должен будет делать миллион триста десять тысяч плюс депозитный портфель по юрлицыну всего почти 14 миллионов ну это то что мы привлекаем не клиентов банка на депозитные счета юрлицын 14 карточек мы открыли пенсионных вот 14 счетов пенсионных вот у меня справка о процентных ставках по депозитам юрлиц в других банках я взял банки которые могут быть нашими условно конкурентами и ежедневно анализирую их процентные ставки чтобы наши были конкурентно способны по физикам вот такую служебную записку мне делают здесь по каждому я взял приватбанк оваль надра еще мрия ажио вот и по ним смотрю сколько они дают за месяц сколько мы даем за месяц сколько дает приват за два месяца у нас нет такого 3 месяца они дают 17 на 14 на месяц они дают 5 мы даем 8 на 6 они дают 20 на 19 они на 12 23 на 26 я считаю что будет инфляция поэтому я привлекаю деньги ну длинные и даю по ним больше других банков считаю что это правильно потому что если месяц-два такая ситуация поддерживается потом деньги когда ну инфляция начнется снимать будет жалко поскольку они проценты потеряют ну как бы такой хитрый ход скажем хитрый а по валюте у нас одни из самых маленьких ставок например в бану дает до 15 процентов мы максимально 6 даем то есть это все информация которая которую я прорабатывать пропускаю через себя и результате моя голова а не я выдает ну разные мне идеи которые ну я дальше предлагаю ну для оппонирования я вот я принимаю решение о повышении процентной ставки или понижение и обращаюсь к вам ну директорам отделения и в том числе и к вам будем обращаться сейчас вы будете заместителями начало там директорами и вы пишете свое видение как вы видите ну конечно по многим вопросам вы никакие абоненты потому что не знаете многих цифр которые знаю я а вам надо все знать для этого у нас есть справочная служба вы можете ежедневно заказать какую информацию вы хотите как только любой из вас заказал какую информацию я уже вижу что передо мной человек который будет расти ну а сразу никаких решений в голову не приходит и никаких идей умных невозможно прогнозировать только в том случае если вы кто-то из вас когда-то имел опыт в какой-то операции и он а так в основном в голову приходили были всякие глупости не менее я с удовольствием принимаю и глупости нет проблем а вот мы приняли в залог всякой дряни золотой серебряной вот например я шоботом говорить о чем-то будет отвлекаться до свидания не обязательно ходить даже на мои совещания стадии совещания я провожу только не только с целью вас чему-то научить во время разговора как бы я сам для себя открываю какие-то вещи потому что въезжаю в тему и начинаю об этом думать когда начинаю думать то я получаю новые люди вот например у нас работает отдел ломбарного калитования как только он начал работать я поставил самое главное что бы вы ни делали везде есть два для менеджера супер важных вопроса первый вопрос это вопрос риска да самых идиотских чтоб вам в голову не вышли вот вчера сказал Прусенко что можно выдать депозитный договор на большую сумму и деньги не внести в кассу и банк будет нести по нему ответственность ну это под вопросом но сначала меня это ошарашило новый подход действительно можно правда там доверенность на директора филиала не позволяет ему это сделать во первых во вторых дальше я уже ушел и начинаю думать над этой проблемой у нас такой случай был в Житомире я понимаю что не каждый директор отделения захочет стать преступником потому что ну это как бы мы преступников сюда не берем мало того я всех прокатаю через директор лжи вот мы его покупаем 17 с половиной тысяч долларов самые современные на которых проходит весь Белый дом вот и Пентагон там и все ну это элементарная операция это ничего такого нет то есть но в принципе за всю историю могу вам сказать что я с откровенными преступниками практически ну не сталкивался вот один был негодяй по золоте но это вот нельзя брать Чинов потому что Чинов он был замминистра и он семь лет здесь работал и все он рассказывал сказки что ему не нравится наш документооборот все это бюрократия он говорил ему зачем а на самом деле он подкапывался под систему то есть он я ведь чем занимаюсь целый день в банке я анализирую риски все время любое сказанное вами слово хотя вы еще ни одного слова умного не скажете еще какое-то время там месяц два тех кто работает да я тут же сразу под углом одним где нас могут ставить и я напридумывал целый ряд для интересных менеджерских решений думаю что мы впереди других банков по рискам хотя все равно что называется наш зад от этого не ты как это проблема все равно существует серьезно то есть риски всегда будут но мы сможем сохранить систему и гарантировать себе высокий доход высокий социальный статус уважение и все остальное только при одном условии что мы умные и мы видим проблему которые вроде и нет вроде ее нет ну нету ни одного у нас сегодня директора филиала это преступника нету а что завтра будет не знаю но тем не менее я каждый день делаю инициирую новую инструкцию ну там или новую новая запись в инструкции которая усложняет им жизнь то есть раньше они например могли сами заправляться бензином там и покупать себе все констовары все запретил теперь все согласовывают по лимитам центрального и для честного человека нет проблем они приспособились к этой системе и уже не вопят а сначала орали да что вы нам не верите тот человек который говорит вам ты что мне не веришь да он дурак конченый идиот в бизнесе нет я верю всем любому тем более из вас на улице где угодно я вообще человек доверчивый но в бизнесе нет такого понятия если я пойду к другому бизнесмену и скажу давай заключать сделку давай мне товар на миллион а я тебе потом через месяц заплачу я не сделаю такого предложения потому что этот человек подумает обо мне что что у меня не хватает здравого смысла а еще что он подумает обо мне а а что почему ну я же у него товар большой значит что то есть как если вы просите то есть вы хотите его кинуть то есть что вы можете его кинуть значит есть вариант такой он может подумать обо мне или что вы хотите ну что вы нечестный человек как бы пытаетесь что я хочу его кинуть в ваш коллега а еще что он подумает то что он подумает ну быстрее то что вы его считаете за дурака может просто что вы хотите попробовать бизнес допустим попробовать бизнес пойдет товар не пойдет то есть вы не берете на себя никакой ответственности за реализацию ну это как бы вы уже рассуждаете там по этому есть только два решения пока что я дурак или что я хочу его кинуть еще какое есть мнение Балабоу просто а? просто Балабоу сказал или что Балабоу несерьезный человек точно вот вам и решение вопроса но я не хочу чтобы думали что я лох да? то есть баран ну он смотрит на меня глаза то у меня честные да? и он думает ну нет он меня не хочет кинуть ну дурак закончили но поскольку я возглавляю такую систему да? то он со мной дел никаких иметь не будет раз я ему делаю такое предложение и при этом я честный значит я лох кончен значит я так и дела веду он не лимита на меня не откроет ничего поэтому я таких предложений не делаю и когда мне начинают делать вот такое предложение что ли? и мои сотрудники в том числе а вы что мне не верите? да идиот ты конченый если б я тебя не верил я б тебя выгнал в ту же секунду я тебе верю только ты никогда не поймешь что на самом деле мы ведь должны заниматься минимизацией риска каждый день каждую минуту это вопрос для меня номер один минимизация риска любую операцию которую попадает мне под руку да? вот что бы я не увидел да? я тут же смотрю где может быть проблема но самые большие проблемы не у меня и я их не могу увидеть если вы не будете не будете горлышком из которого выливается информация да? как только вы ее затыкаете эту бутылку да? то же вся информация у вас я многих вещей не знаю для того чтобы мне решить все проблемы на отделении мне нужно месяц посидеть на отделении а у меня нет времени мы бегом 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 потому что сейчас именно процесс такой я полагаюсь на господа бога но в то же время все таки моя голова хорошо работает и многие вещи я как бы с лету предусматриваю с учетом своего жизни народа не дай ну конечно везде есть божья рука потому что я думаю что не проскочили бы мы в такие ситуации попадали что не дай бог жули вот приходили ко мне люди когда я вообще не знал что такое это мы говорим о рисках что такое корреспондентские счета ну вот пришел я открыли ему банк я вообще не знал ни корреспондентского счета как и вы не знаете как он работает до конца я не знал многих терминов вообще но тут же мы начали открывать филиалы и вот особенно из Димпроветровска приезжают и говорят дайте нам право на самостоятельное работа по корреспондентским счетам а я блин извините не могу въехать что это такое ну потому что я не чувствую что это за корреспондентские счета что он хочет он хочет чтобы ну так мы работаем через все банки через 37 там сколько банков иностранных да а он хочет тоже работать и он мне говорит умные вещи он говорит вы понимаете приходит ко мне клиент мне нужно срочно провести операцию зачислить ему деньги на корреспондентский счет а я вам должен звонить а тут вы час морочите он повернется и уйдет в караул и умный человек пришел и солидно он тут и базу клиентскую обещает и все и мне приходилось принимать решения с завязанными полностью глазами но я не один вопрос если не понимаю и вам не советую да не решаю пока у меня нет инфаркции я начинаю ее собирать я звоню развалившийся банк инка своему приятелю и спрашиваю старик ты мне скажи как мне поступить я не могу понять что это такое корреспондентские счета и что он ко мне пристал он говорит не дай бог тебе дать согласие на открытие корреспондентского счета дело в том что вот почему мы спокойны за валютные дела за валюту которая сегодня есть банки вот если что случилось с банком с нашим дай бог или с любым то нацбанк моментально переброет нам кислород по ну по корреспондентскому счету поскольку все платежи идут как через национальные банки через национальные банки но еще прямые отношения нет 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 мы сейчас но хороший вопрос я думаю над этим что мы можем установить прямые пор отношения с разными банками да вот например чтобы этот проклятый извините или какой он там нацбанк хороший обойти вот сегодня мы работаем через НБУ через его корсчет вот банков вон банк вон банк право да так а вот банк например ауровыш да значит есть вариант действительно мы можем работать напрямую например с банком ауровыш да открыть корреспондентские счета друг у друга это не запрещено законодательство вот и когда нам клиент алонж вот клиент алонж платит бабки да мы их прямо переводим в баллонж есть тут проблема или нет почему он будет платить нам а не сразу на дольше если это клиент а он у нас клиент он у нас клиент он у нас клиент но должно быть право за НБУ а он нет так сейчас и нет так ведь сегодня это именно так и происходит а может нам заключить напрямую есть тут проблема или нет есть есть если там установлено заявление двумя банками какой лимит выделяет один банк другому на пользование что 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 ну когда допустим корр-счета открывается то каждый банк должен доверять другому банку то есть как бы устанавливать лимит да вы уже чуть-чуть подошли к этому ну и дальше считал НОСТРО и НОСТРО не ум кто это умничает там НОСТРО и НОСТРО и НОСТРО поехали я не знаю кстати что такое НОСТРО и НОСТРО и НОСТРО но это никого отношения к этому не имеет ну и проблема возникает то есть будет и у нас значит первый вопрос который мы поднимаем при этом варианте какой доверие 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 вы говорите про доверие да так вы ни хрена и не поняли я же вам рассказал какой вопрос мы поднимаемся при филимизации когда вы ложитесь спать вот то что я вам рассказывал да если у вас из одного уха выходит другое вы ничего не добьетесь я вам говорю прописные истины которые в любой книге по менеджерам записаны первый вопрос для банкира риски 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 больше ничего нет все остальное фигня риски так вот как нам понять есть тут риски или нет конечно риски есть какой будет есть риск для банка о том что он заключается в том что правых сможет потом ему не перечислить ну во первых вот я вам скажу чем привлекательна НБУ тем что ведь ничего не происходит как там не проистекает если ничего нет да ведь для того чтобы мы осуществляли коротношения с Олонжем мы должны сначала положить ему лимон да или ничего не класть и сказать открой нам лимит на миллион и когда мы тебе сюда деньги нашего клиента зачислим мы по договору в течение какого-то времени сразу тебе должны деньги ну да это не наличность это то есть мы тебе срочно должны будем подтвердить ну и ну как это сделать это значит что надо ему и наличку туда ввести правильно значит не выходит ничего тогда мы должны у него держать лимон то есть мы сначала должны вот так завести ему миллион и под этот миллион гонять платежи клиента и он нам завести да миллион я правда до конца так и не пойму нафиг нам тогда такая операция ну как бы ну как бы там же проценты капают по остаткам на какой счете ну тут не пойдет по заводке лимона потому что один лимон здесь все цел другим значит нужно тогда ему быть уверенным что мы ему деньги эти заведем через нацбанк по другому счету по например депозиту там шубстричными требованиями но у нацбанк тогда надо вводить миллион а у нацбанки у нас всегда есть миллион у нас там много-много миллионов там проблем нет нацбанк всегда у нас же там хорош счет я имею ввиду как это безвозвратное ну ладно я вам скажу в чем здесь проблема проблема в том что он то нам поверит а мы ему у нас на него во-первых лимита недостаточно а во-вторых если мы установим с ним корреспондентские счеты отношения безлимитные то если он грохнется то мы все деньги клиенты нам дали он с ним отношений никаких не имеет у нас проблемы а в связи с тем что нестабильность в Украине и что все банки за Богом ходят мы можем работать только в пределах лимита я до конца еще не могу все риски как бы понять поэтому я такое решение не принимаю что касается банка корреспондента банков там Нью-Йорк или через кого мы там работали что мне предложил филиал дело в том что вот это право экс банк сегодня когда мы списываем деньги на любой банк мира даже в Москву доллары да то подпись идет есть 4 или 5 подписей моя или сейчас не знаю моя есть или нет Елены Арестовны главного бухгалтера и еще по моему двух человек и что бы нацбанк с нами не делал да мы доллары переведем потому что им плевать на нацбанк для них нацбанк в Нью-Йорке такой же точно как мой банк так вот если бы я разрешил филиал а там попался именно мы напоролись на преступника ну потом ушел потому что он сделать а ничего не смог потому что я везде создаю проблемы для жуликов и когда он начинает дергаться чтобы нарушить он сразу начинает видно что он туда дал мы его проверили он не дает неправильные расчеты ну как бы я завел личные дела и у нас информация накапливается по каждому ну глупому ну несколько глупых предложений или неправильных да или маркетинг не провел покупает машину по двойной цене первые пару раз он пройдет на третий раз уже будет анализ он не глупый он скотина пытается откатом работать вместо того чтобы зарабатывать по сто пятьдесят тысяч в месяц как ну по честному да он тут же настроился нас ну ставить поэтому если бы мы филиалу дали право то подпись была бы его для Бэнк оф Нью-Йорк и плевал Бэнк оф Нью-Йорк тогда на нас или на индук ему все равно тогда клиент загоняет ему бабки на счет вот и он уже дальше засылает их куда угодно и вслед за ними едет и отдыхает где-нибудь на островах поэтому как бы вот так сложно принимаются решения по разным ну как бы вопросам которые приходится решать мне и которые придется решать вам причем очень важно раз мы эту тему задронули я хочу вам рассказать как криминалист и как человек который как ученый который занимался методикой расследования должностных хищений всего 4 диссертации в союзе были я защищал диссертацию в 1984 году сейчас очень просто это сделать а в то время это была целая победа так вот я вам расскажу такую интересную вещь да на самом деле 90 почти 100 95 процентов людей честные то есть есть люди которые например не могут перейти на красный свет а другой идет на красный свет ну к примеру а есть люди с явным антисоциальным поведением то есть это явный преступ убийца насильник ну вы слышали о таких да есть такие люди да но наука криминология правда уже смежная с криминалистикой она утверждает что нет в мире человека который бы не мечтал совершить преступление но у 96 процентов или 95 оно так и остается антисоциальной мечтой ну как бы просто но преступление возникает всегда на стыке вот того дурака кто вот это покупал да вот как бы поступил менеджер который бы эту доску покупал как бы он сделал что как бы он ее проверил порисовал бы потом бы истер гениально никто это просто для таких как мы да ну для отмороженных на которых здесь девяносто пять процентов ему никогда голову не придет вот это ж сделаем И когда он стади телевизор суда покупал начальник управления да с форумшой�� купил маленьких я говорю ты чего купил маленьких а он дешево стоит О, а это только если психиатра пригласить, да? И вот он бы ему сказал бы это, да? Но для 95% людей, хотя нормальные люди, я вас уверяю, он нормальный. Это я кипячусь, когда вижу идиотов, да? А они все кругом. Прости меня, Господь, за такие эти самые. Это хорошие люди, умные, по жизни, больше хорошо варят, и все. Но, такое большинство людей, это нормальная совершенно ситуация. Нет здравого смысла. Вот вам аргумент. А я же тебе заказал телевизор. Чего ж ты меня не спрашиваешь, какой я хотел? Никогда в голову. Вот так и с доской. Я должен учиться и каждый раз его вспоминать всеми словами, какие тут по башке вы моете с доской. Но если помогло, ничего не поможет. Ничего не поможет, совершенно. Я вас уверен. И вы будете работать с такими людьми. Это хорошие люди. Но только они должны ходить всегда в рамках. Поэтому у нас существует приказ, как писать приказы, как писать обоснования по тарифам, для идиотов, чтобы все, как бы, делали то, что необходимо будет вам и мне, для принятия решений. Так вот, как совершается преступление? Это антисоциальная направленность и стремление удовлетворить свои потребности. Оно может вот так идти, да? А может прямо идти. Так вот, преступление на вот этом стыке. Обычно оно может идти так, параллельно с жизнью. Не только жизненные условия могут создать жуткую вещь. Мы спровоцируем человека на преступление. А деньги – это самый большой провоцирующий фактор для нормального человека, для плохих дел. И когда я, например, был в Швейцарии, там мне, в Кредитсвисе, это самый большой банк там, офицер, рассказывал о них кто-то. Он говорит, где самый большой филиал Кредитсвиса? Там работают тысяч, может, сорок человек. Я спрашиваю, где? В тюрьме. А что вы смеете? Это правда. Два человека месяц в системе сажают тюрьму. Бабки. Да? Не создавать нам надо провоцирующую ситуацию. Поэтому я говорю, контролируйте кассиры. Лучше вы загляните к ним в сеть. Потому что у нас что произошло здесь? Украла 20 тысяч, дали ей 10 лет. Двое детей. Я хожу теперь к президенту и прошу, чтобы ее освободили. Потому что она осозналась и к Богу пошла. И я не могу ее оттуда вытащить. Честный человек. Всю жизнь трудилась банка. Но из-за идиотки начальника кассы, не менеджера, который является пробкой в бутылке, у которой нет проблем, которые никогда ко мне с вопросами не обращались, как и остальные работники богатери. Это проблема. Ой-ка-ка. У них нет проблем. Вот они бы меня не видели всю жизнь. И всю жизнь бы они какую-то гадость одну и ту же делают. И у них нет проблем. А проблема-то есть. Оказывается, действующий в НГУ порядок пересчета бабок, денег, он не предусматривал некоторые вещи. Там я далеко не въезжал в эту тему, но как бы мы ее решили. И есть приказ. Я почему ей говорю, что каждая инструкция, она написана кровью. И людей, которые пострадали из-за этого. Там, когда сумку друг другу сдают по смене, они ее не должны присчитывать. Она ее пломбирует и какую-то печать там ставит. И вот сидела женщина, мать двоих детей, муж замначальника милиции. И каждый день она там, ну, как у простого человека. Ну и не хватало там чего. Они знают чего. Зарплата нормальная. У них там зарплата 300 долларов. На эти деньги можно жить. И мясо покупать на базаре, и одеваться нормально. Это нормальная зарплата для даже... Это уже не слабо развитая страна. Нет. Видно, они там что-то... Ну или бизнес какой-то хотели делать. Что-то они покупали. Она по 20 гривен тащила. И сумка за сумкой вот так передавалась, ну, с недостачей. Но при этом тому, кому передавала, как-то там, в общем, они уже в круговую поруку вошли. Она втянула еще несколько человек. В конце концов у нее набралось 20 тысяч гривен. Ну тогда это были другие деньги. Вот. Да плевал я на эти деньги. 10 лет тюрьмы. 86-я. А я и пообещал, что если ты, ну, раскаешься, я постараюсь тебе помочь. А теперь, президент не написал нормально, когда скотина там сидит у него в управлении, не добрались до этого. И... Нет. Вот сейчас, может, если я... поеду, кстати, вот я с вами разговариваю, не забуду взять бумагу. Если я буду его поздравлять, он, может быть, мне подписал бумагу об амнистии. Двое детей. Мужа с работы выгнали. Я всех вызнал с кассы. И начальника, скотину, которая знала, она не знала масштабы, но она знала, что это идет. Тем. А они все же привыкли к Сбербанке. Ну, подумаешь, там, не хватает там на что-то взял, потом положил. Ну, вроде как бы нет проблем, да? А проблема-то есть. И проблема-то во мне. Это я не предусмотрел. А что я не предусмотрел? Риски. Да, да. Что не предусмотрел? Риски, правильно. Какие? Что я? Конкретно не сделал. Инвентаризацию их посылать. Ну, что я должен каждый день... Нет, мы не ограничиваем возможности. Это человеческий фактор. Как должен был бы поступить хороший менеджер на моем месте? Точно правило сами. Пару раз глянуть за процесс. Да, уже пару раз. Вы туда зайдете, мы только 4 миллиона долларов в неделю прокатываем на, не говоря уже о гривнах, там, десятки. Там такое творится, что летают деньги по этому самому. Что я должен был сделать? Не допустите условия, которые я позволил бы человеку. О, это хорошо для сумасшедшего дома. Ну, не допустите условия. Прекратить это или то. Ну, что сделать? Не допустить пересечения на тех линиях. Такое же, точно. Ну, кто старт? Как можно решать проблемы? Кого есть гениальная идея? Или тупик у нас? Таких же идиотов кругом полно. Выстроить систему, что, которая... Выстроить систему. Да как ее выстроить? Ну, выстроить... Ну, как я ее выстрою? У меня информация никакой. Так как надо решить эту проблему? И как можно решать такие проблемы? Хороший менеджер на отдельном. Точно. Нет. Ну, в чем отдельный? На только ассо. Точно. Как его решить, хороший менеджер? Проводить российскую работу в коллективе. Что-что? Человека взять, ну, менеджера, чтобы хороший был менеджер. А вы уверены? Да. Да. А другие уверены? Это единственный путь. Нужно взять и открутить пробку. Выгнать ту уродку, которая там сидела, да? Поскольку она мне не писала служебные записки. Что я от вас тренирую? У нас каждую неделю все пишут, какие у него проблемы. Нет проблем, ввали себе обратно в ту степь, откуда приехал. Потому что ты сам проблем. А я этого не сделал. Я считал, что там все завидело давно и все нормально. А там нужен человек. И сегодня нужен. Но я еще туда не добрался. Но как бы ту проблему мы решили. Не знаю, какая новая. Везде. Нужны люди, которые на первом этапе ничего не знают. Всего лишь начнут задавать вопросы. Почему это так происходит? Почему это по-другому? И откроют пробку. Вот. А дальше потечет информация, которую можно анализировать. Потому что без информации никакое решение принятие не возможно. А можно говорить, нужно улучшить, усовершенствовать, линии не пересекать и так далее. Ни гряда. Вот. Вот это то, чем занимаюсь я и чем придется заниматься вам. Потому что 90% операций ваших я не знаю, что вы там делать будете. Но за каждую бумагу вам придется отвечать. Не свободы. Не деньгами. При условии, что вы честны. Такой проблемы у нас нет. Просто выгоним и собираем все. А чем? Работаем. Вали кулем и все. Если дура. Потому что вы никогда не увидите ни на одной бумаге, которых я подписал десятки миллионов. Я за любую бумагу вам могу ответить. и сказать, что означает моя подпись. Я любую бумагу проверяю. В любую операцию вторгаюсь. И если я ставлю свою подпись, а я ставлю подпись на очень серьезный документ, я отвечаю за каждую цифру, которая там есть. И вам придется отвечать. И там все элементарно. Но объяснение, что здесь все проверено, что я ничего не могу понять в этой платежке. А зачем тогда ее подписываешь? То есть вам придется въехать. В каждую операцию. Это элементарно. Для нормального человека. Не для 95%, которым только гайку, гаечник ручь, в руки и крутить, да? с утра до вечера. Или ходить вот таким маршрутом, или туда. Без мозгов совершенно. То есть вы идете на очень высокооплачиваемую работу и на серьезную перспективу, но при условии, что вы ответственные люди. А я через вас начну узнавать новые вещи. И мы начнем дискутировать здесь, как нам минимизировать риски. забыли написать. Гениальная идея. Какие его дела? И второй вопрос. Это кроме рисков, которые вам придется решать, я уже забыл. Хотел сказать очень важное что-то. И забыл. Но это не страшно. Как бы мы сегодня одну очень важную тему обсудили. Да. Кроме анализа рисков, необходимо иметь доступ к информации. Вот любой вопрос я анализирую очень просто. Вот я столкнулся с ломбардным предметованием. Какую справку вы себе заказали, вы начинаете у себя ломбардное предметование. Что такое ломбардное предметование? Это значит, что люди будут приносить разные изделия. И мы будем брать их в залог и выдавать под них деньги. Что бы вы захотели, я ваш ломбардный кредитовщик, ну там, кто починен. Спросите у меня, какую информацию вам ежедневно вы бы хотели у меня заказать. стоимость и суд таких же. Нет, это все у нас тарифами, все решено, нет проблем. Что люди несут? Спросите у меня, что хотите, только не общие вопросы. Что люди несут? На что люди несут, ответить невозможно. Конкретные вопросы, которые я могу... Как мы вернем то, что мы выдали, если он... может быть ликвидность того, что нам несут, на случай, если нам не вернут деньги. Это решено. Прибыль. Нет, это решено. Все принимает... Вот я приемщик, сижу, да? Принесли мне часы, кольца, цепь, броши, всякую дрянь, золоте, или там, ремешок не золотой, а это золотое. Все есть, уже разработанные для этого, для меня, как приемщика, вещи. Я знаю, какой цене их оценивать, я их принимаю и складываю их по инструкции... Я спросите, у вас какие проблемы есть? То есть, какие он видит проблемы? У меня проблем никаких. Одна из вилина, и все. Я принимаю, все, выполняю... Все прописано. Все прописано. Надо узнать, как оно действует, то, что прописано. Ну, что вас может интересовать? Ну, краденая эта вещь. Ну, давай. Тарифы к конкурентам. Тарифов к конкурентам нет, потому что нет конкурентов. Никто не будет. Нет. Какая прибыль? Конкретно, прибыль хорошо. Откуда я идиот, прибыль вам посчитаю. Да я вообще не понимаю, что это... Вы не должны ее считать, если вы просто... Прибыль вам будет считать, это вы же другому зададите вопрос. Или сами ее возьмете и посчитаете. Какая гарантия того, чтобы к конкурентам? Это не мне вопрос. Я мной. Ну, что вы, вы меня спросите, какая гарантия, да я сразу начну это самое, умирать от страху. А кто-то вас вообще спрашивает, если просто не принимать? Нет. Я вам рассказываю. Меня спрашивать можно. Уверяю вас. Там вот такие вопросы есть. И у меня они есть. Значит, я всего лишь являюсь сотрудником бывшим пробирной палаты. Кто это люди? Они всю жизнь боялись СБУ, налога, этих... БХСС. Они очень законопослушные. Он себе знает одно. Он берет любую вещь и чувствует уже на вес, сколько там золота или этого. У нас очень дорогая система реактивы. Он все это накапал, понюхал, все это выявил и себе принял, инструкции все написано и в шкаф положил. Попросы есть. изделия из какого металла и какой пробы чаще всего приносят? Зачем вам это надо? Чтобы потом установить на эти изделия более низкую покупную сторону? Да нет. Это никогда мы на это не пойдем. Для нас просто я... Вопрос хороший. Он имеет место. Просто как бы нам что золото принимать, что платину, что палати. Мы все это у нас идет в одно. Ну как бы это все для нас одно и то же. Не имеет никакого значения. То есть это вопрос холостой. Нам одинаково выгодно принимать золото или серебро или паладий или платину или что там еще. Все. Если этот человек законопослушный, он бы рассказал какие бы риски возникли там допустим у нас. Какие у него там риски? Ну риски спрашивать идиота это вы про риски. Вот вам нужна информация. А какую вы? Мне нужно его проверять. Чтобы я знала, что то, что все, что он проверяет принимает, проходит по документам. Это его проверит центральный банк заранее вам скажу. Но по документам хорошо. А как же вы это проверите? Так от кассы. Слаждовато. Ну ехать надо. В этом что-то ищем. Что еще? Тем в том, что ломбардки все принимают как ломбардки. А иногда приносят вещи, которые стреляют действительно какую-то историческую ценность. Далеко пойдет. Класс. 10% вещей, которые приносят ломбардки, выстреливают как дорогие вещи. Или художественные, или мы бриллианты не принимаем, и там на карат бриллиант. И кроме дохода 10%, если вы выловите вещь, не я выловлю, я-то выловлю, а вы. 50 на 50 мы в этом самом, в бизнесе. Ну не я, банк 50%, и выпейся от прибыли. Потому что если вы поймаете Фаберже, которое мы продадим, приняли за 1000 долларов, а продадим за 100 тысяч долларов, вы, ну там минус 30% налога, значит получается 70 тысяч, вы 35 тысяч долларов, и банк 35 тысяч долларов. А для этого вам нужна информация. И что вы спросите этого, который меня как отмечить? Кроме того, что он должен быть специалистом. Да не должен, он ни хрена субрже, азнабрже не отмечит. Значит, должен человек быть, который разбирается в искусстве, в антикориаде, который может посмотреть на эту вещь, и сказать, о, вот эту вещь же. Значит, вы пригласите туда специалиста по антикориаду. Он не скажет. Нет, ну если это что-то необычное такое, это глупо пригласить человека по антикориаду, что сделано. Почему? Отбирать просто надо вещь, или один специалист будет отсутствовать. Ну, 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 давайте, расскажем, готовое время. В центрах в банке чтобы был один отстанщик. Пусть там сидит такой как сидит, а просто специалист один раз в неделю, в зависимости от накопления. Вот вы сейчас скажете, умный я или нет, да? А я приду новое. Я тоже сначала все это проглатывал. Месяца четыре. Но, просто многие вещи у вас как бы нет опыта жизни. А я вам сейчас расскажу с вами проблемы. вот какую информацию я сказал. Что он принял, она, это обычно женщина. Вот он пишет. Вот какая информация у меня. Крышка одна штука, 98,20, серебра. Девильерные зелья. Кольца 9 штук, цепи 8 штук, серьги 12 штук, кулоны 3 штук. Вот серьги и кулоны я уже могу одним глазом посмотреть. Ну, я как бы не смотрю. Вы уж поверьте, что мне он дал. Но, третье. Художественные и исторические ценности. Ноль. Но это я уже заказал как бы менеджеру. А он, ну, у своих отморожен. То есть, это раз. Во-вторых, я поставил задачу службе безопасности. Отслеживать. Потому, чтобы оценщик не снюхался, они обычно все знакомы со спекулянтами антикварными. И обычно, как антикварные эти комиссионки существовали? Сидит приемная барыга. Вот. Вроде как это самое. пришел просто посидеть отдохнуть. Ну, вы не застали это, я в комиссионки ходил. И он такой камень на пальце, морда лоснится. И он весь излучает, что бабки у него есть. Идет бабушка. Покажи, старушка, что это нам принесло. Они тебе тут копейки дадут, знаете, где там больше. И 99% товара уходило. Так вот, если я ум, мне ничего не уйдет. не должно уйти. Поэтому я найду, как контролировать ее. И в глаза ей буду смотреть, да? И живет ли она под охотом. Заинтересовать ее не могу. Вот. И буду видеть, кто к ней ходит. И как барыгу, разок увижу, все, хана, и выгонять надо ее. Потому что и каждый день буду смотреть, что на первом этапе носятся туда. Потому что если вам вещь нравится, оно, кстати сказать, у нас многие вещи по своей цене, можно купить три раза, два раза дешевле, чем в магазине. Покупайте себе, банку ничего не надо. Можно и себе купить, и подарок кому-то сделать, за гроши. Ну, как бы, оно, это самое. Но вы можете напороться. Потому что я когда занимался антикварными, салонами, мы делали аукционы. Я сам никогда не торговал, торговать не умею. Мы попадали в несколько вещей. У нас была брошь, я только сейчас понимаю цену, потому что я бывал на аукционах в Сотби, и я знаю цену, ну, вещам. У нас была брошь из второй после пириллианта какая-нибудь темная, из синяя, сапфюр, да. 27 карат, не знаю ей цены. Фактически я мог ее купить за 3000 долларов. С экспертизой, что он натуральный, фантастика. Но я не знал цены. Вот мы когда магазины эти открывали, у нас ходили богатые уже были люди. Я куда там? Я доллар увидел 90-е, в конце первого года. А ходили ребята, в том числе и мои друзья. Люди сдавали вещи и вообще не знали им цены. И много вещей, ну, много нет. Четыре вещи я помню. Были часы, в которых не было цены, купил министр здравоохранения за 3000 долларов. Я их сейчас бы у него за 150 откупил. Мне нужны, не могу достать. Я таких не видел. Очень серьезно. Была вот эта брошь, была еще одна брошь из четырех, еще красная этот камень, рубин, ну, очень серьезная. И была одна очень дорогая вещь во броши, которую мы пропустили. Но, в принципе, как бы я разговаривал специально, когда этот бизнес начинал, есть в Америке 47-я улица, на которой находятся все самые крупные ювелирные в мире. И у меня есть Рома-приятель и его три брата евреи. Они миллионеры, очень богатые люди, и у них там есть свое место. Ну, ты идешь, и там сплошные ювелирные магазины, и кортье, и все что угодно, на миллиарды, на долларов всего от фирменных вещей, от всяких там других. И он мне сказал, когда ты будешь открывать, имей в виду, это не я, я не знаю, я еще ни одну вещь, мы только начинаем эту программу, не попадал. Ну, это как бы вообще медаль, для меня, и я этим не занимаюсь, я не ищу в жизни шансов, для меня, не могу, я не хочу быть дураком. Вот это и все. А шанс, плевал, пусть королик, кто-то другой воспользовался. Шанс это для авантюристов, ну, для людей, которые не способны стать богатыми, ну, в большом промежутке времени. Но, самое главное, чтобы не обманывать. Я просто всего лишь рассказал, какими я занимаюсь вещами. И тут же у меня идет графа, не выкупленные залоги. Тоже важно. Правда? Ну, чтобы показать, я могу их подарить, там, кому-то раздавить, там, и, ну, на него купили, на какой там больше. Ну, а что вы не дали? Да, вы сказали, он не сказал, и потом пошли дальше. Что сказали? Друг Рома. А, он мне сказал, когда ты начинаешь, что это бизнес, он мне дал все процентные соотношения. Он скупчик. Всего три компании, кстати, там, на 47-й улице, которые имеют право, это очень лицензируется серьезно в Америке, которые имеют право на скупку. Он один из них. Очень богатая семья. он мне сказал цифры. 10% от принесенного товара, это именно та цифра, да, ну, от большого количества, обязательно вы попадете в дорогие какие-то, не, неопознанные вещи. То есть, кроме того, что зарабатываем мы на, у меня больше, как бизнесмена, интересует цепочка этих операций, система. То есть, я как бы на это не настроен. Ну и 10% тоже неплохо. Может, мы попадем и в какую-то совершенно уникальную, ну, как бы, вещь. Такое может. Хотя я еще не думал о философии этого вопроса. Вроде как бы и человек там останется. Но, с другой стороны, философия простая. Вот там мне пришел человек, бывший миллионер, да, он мне отдал залог, ну, или меня попросили, там, у нас знакомый был. Вообще, я не даю кредитам. философия простая. Он мне принес монеты, которые, я их все раздавил, там, 8 каталогов, ну, несколько килограмм этих монет, но один из каталогов был уникальный. Я, честно говоря, на этом не заработал. А вы заработайте, вам деньги нужны. Я когда не отдал кредит, я отдал очень дорогую вещь, у меня стоит, если это будет, в моем применении, троица, там, перламутрость, золото, очень дорогая вещь. Я взял это у него за 400,5 тысяч долларов. Но я видел, что она стоит 15. Я ему говорю, слушай, но она мне не нужна. А банк не может это принять, поскольку там, ну, не явный металл, это просто историческая вещь. Ну, я не хочу ни твоего голя, ни твоих этих самых, ну, мне не нужна эта вещь. Нет, мне нужны деньги, ну, вот, бери, и все. Ну, я взял. Ну, как бы, без особой радости и без каких-то... Но на монетах можно было заработать большие деньги, потому что те монеты все я подарил, вот. Они, кстати, ценности я тоже в этом... Я вот с чем не столкнусь, я тут же начинаю въезжать в энциклопедические как бы вещи. Я вызываю человека, поскольку у меня-то спекулянт не купит. Вот тут хорошо как раз иметь экспертную оценку, кто-то говорил. А не дай Бог, вы начнете его таскать своей этой самой. Они тут же смехаются приемчицей. Я вызвал известного мне человека, и он мне как бы рассказывал о монетах. Оказалось, что золотые монеты, они, ну, или другие, они ценятся только в очень хорошем состоянии. Потом, оказывается, банки, Франции, Италии, там, еще нескольких стран имеют право выпускать монеты фальсифицированные золотые. Они вообще идеальны. Да, на самом деле копии, да, на самом деле это подделка, ну, для туристов. И так лечить их невозможно. Но там был один каталог, который не по весу я отдал. Я вызвал спекулянта, но банку надо возвращать деньги, а оно у меня лежало. Я ему отдал, вот, и он их еще 7500 долларов сверху, кроме веса, за них отдал. Но я думаю, там было не 7500, а хороших песен. Просто куда мне их делать, я думаю. А если бы это касалось кого-то из вас, то что плохого, пойти по монетке, эти собиратели известны, я вам это разрешу. какая проблема. Лишь бы мы, ну, находились в доверии, и вам придется представить какой-то отчет. Ну и все. А я ему отдал, он подрал. Ну, что я думаю, что он ходил по этим спекулянтам. Вот. Это сумбурно о том, чем я занимаюсь, и чем придется заниматься вам. Документы. Это очень важная вещь. Это отдельная тема, ну, как бы нашего разговора. Банк – это документарный бизнес. Каждая операция отправляется отдельным документом. и если у менеджера нет как бы уважения к документам, есть очень много людей, которые являются неплохими менеджерами, но они не могут читать документы. То есть, для них документы – это не песня, а это просто какой-то набор слов и цифр, и цифры эти не задерживаются в голове, и это проблема. То есть, или вот вы себя очень быстро проверите, вы будете к каждому документу относиться как к изначальной ценности, вот, или вы просто превратитесь в агента по привлечению клиента. Потому что мы делаем все, весь наш бизнес, это на документы. Примеров миллионов. Любая наша операция строго документирована, и она все риски исключает. Вот и все. И все эти сказки, что вы слышали, я их много слышал, что если друг другу доверяешь, что ты ему миллион, он тебе на честном слове брехня, нет ничего такого у мира. Только у идиота. Или у специализированных компаний. Вот золотые компании, у тех, кто аферированы на лондонской биржи, там по 10 миллиардов долларов обороты, ну там и вот эти то, что я видел на Авеню, на 47 улице, да, они работают на словах. Но это единственный вид бизнеса, который, потому что они друг друга знают, там такая честность, он с рождения слова не брехал. потому что если он с рождения кто-то где-то в мальчишеском возрасте скажет, что он где-то у кого-то пирожок стылил, да, то уже с ним никто, их все знают, особенно в их мире и в другом. Ему можно что угодно доверить, взять, но тем не менее я не сторонник никому ничего доверить. Ну, это глупость помнишь. Потому что человек может, он честный, но он может умереть, упасть, уехать, с ума сойти, не знаю, что заболеть, не дай бог, что угодно, обанкротиться, что угодно может произойти. Все должно быть строго документировано и все риски должны быть предусмотрены. Все операции делаются только в письменном 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 я вам рассказывал о том, что единственное место, где доверяют, это банк. В комнате, да? Мы не слышим. Почему мы так? Я не слышал. Или я говорил? Конечно, мы думаем, что банку поставили. При чем банк? Банку доверяют, да? Всем остальные клиенты должны доверять банку. Это аксиома. У многих она в голове не застрелилась. Потому что многие банки вообще никаких договоров с клиентами не исключают. банк это изначально учреждение, к которому пришел, а то он начинает, а вы тут мне не указали это, а что будет, если это? Да все будет. Поскольку если ты не знаешь о банке ничего, то лучше ты в него не хочешь. Ну, банк может лопнуть, да? Ну, каким договором это предусмотреть? Не знаю. Ты уж лучше сначала посмотри все рейтинги, все изучи. а то бабка продает нам квартиру, да? И говорит, нет, вы нам сначала деньги, да? А потом я вам квартиру. Или коммерсанты ко мне пришли, мы покупали для отделения квартиры, понравилось мне, я платил там 187 тысяч долларов, да? Приходят. Ну, это уже не слабые коммерсанты, вроде как бы и сделка приличная, да? Дошли до до конца, все, надо платить. Он говорит, нет, вот, он мне говорит, вы сначала, ну, поскольку у меня приемная там была, они там половину наличными хотели, значит, вы нам это безналом, а это наличным. Ну, я подписал, хорошо, безналом и наличным. Вот вы сначала дайте мне наличные, а потом я буду делать с вами сделку. А почему? Сначала я, а потом вы. во-первых, в договоре написано, что, ну, если я не заплатил, ну, там как бы проблема то, что по счету, ну, а, вот что еще. Наличные-то я уже ему дала, мне эта квартира была дошла, он не мог выйти бы из просто моей, ну, моей приемной. Это я предусмотрел. А он еще говорит, вы еще не дали. А что вы смеете? Ну, ничего смешного. Я просто говорю, как я расценивал это. Поскольку они перепуганные, я уже, как бы, ну, очень нужно было. Я достал бабки, положил, вот, говорю, лежат, это деньги, неучченные, а, ну, неучченные, это мои деньги, они задекларированы. Нормально, это для них-то неучченные. Он мне говорит, да вы мне еще на счет переведите сначала. А почему это я должен тебе на счет? Я тебе даю вот наличные. Мне потом, если ты не веришь, что мы операцию никак не проведем, поскольку я тебе не переведу первым. И почему я должен тебя переведу? А вот, а почему я должен был работать? Говорю, потому что дурак закончен. Потому что ты пришел в банк, который проводит в день 150 миллионов долларов денег чужих. 11 лет мы работаем. А ты кто такой? Тебя никто не знает. Вали отсюда со своей квартирой вместе. Потому что раз ты уже дергаешься, то у тебя ты просто не дорос даже до этой сделки. Я-то знал, что они меня, ну, никем. Но это вопрос принципа. Если у вас в голове, вот у нас многие директора филиалов, мы заключаем договора, явно не выдавленные нашим клиентам. Мы делаем дополнительное соглашение, что если он не отдаст нам вовремя кредит, имущество перейдет в налог. И они подписывают. Если только менеджер владеет банковской идеологией и себя уважает, и знает, сам уверен, что он находится в учреждении, которое ежедневно, постав по позициям, проверяют, и все время нас это сам. С утра до вечера отчеты, балансы там, и что мы действительно надежны. А если он рад, да? Ведь когда бы вы не встречались с клиентом, это всегда борьба идет, борьба идет двух, ну, как бы, личностей, да? Если вы перед ним приседаете, хана, многие директора отделения, у которых никакие дела нет, он не может объяснить своему клиенту, он сам не верит в это. Поэтому он не может уверенно сказать, ты что, парень, кто тебя тут собирается обманывать? Кого правый за 11 лет обманет? Найди хоть одного такого человека. Мы влетели когда-то по страховой компании, я 500 тысяч долларов достал, у меня тогда это были чуть ли не последние деньги. но я это делал. У нас нет грехов, мы чисты. У нас 100 тысяч обязательств, и мы все их выполняем. И сколько клиентов у нас было, пусть хоть один скажет, что где-то его обворовали, или там, что мы с бандитами связаны, или что мы неэтично провели операцию. Банку нельзя это делать, по идеологии, потому что если мы один раз поступим несправедливо, с нашим клиентом, прессом, то лучше это подхватывать. Нам хана. Ну это как бы уже честность, это как бы прибыль, имя. И приват банк, хороший банк, и оваль, хороший банк. Другие не знают. Я знаю лично этих руководителей, я знаю, что они порядочные. Поэтому у нас лимит на них 18 миллионов. Просто это максимум, что мы можем там сдавать. А в принципе, сколько угодно можно сдавать. То есть только ну, текущих, мы не выдавим информации, что у них проблемы. Что? Можно вопрос? Вот такая ситуация. Допустим, приходит клиент в банк, хочет получить кредит, стыдовый день, и вы видите, что эта идея совершенно дурацкая, что надо взять денег. Но этот кредит обеспечиваешь. Банк от этого не теряет. Нет. Да. Это хороший вопрос и очень хороший ответ. Все, что не касается частных лиц, где мы можем человека превратить в бомжа, вот это мы не делаем. А если две квартиры есть? Одна просто за посадок. Не хочу и двух, не хочу ни одной, пусть он идет со своими квартирами. Я не хочу нищей и беды. Это проблема. Потому что этот человек, он дурак. Его, конечно, заметут. То есть он останется, вот у нас там полторы тысячи в день кормятся, из них 750 свои квартиры позакладывали, и они так и пропали. Я не хочу нищего в море. Если я как бы увижу, что вы с этим сталкиваетесь и неправильно на это реагируете, я буду вести мы это прошли. Я могу вам сказать, что не все так хорошо у меня складывается в жизни. У меня есть чего стыдиться. Чуть-чуть, но есть. И первые деньги зарабатывались всегда, к сожалению, есть такое правило, что вот один миллиардер, ну, не это, или кода, он сказал следующую крылатую фразу, да, что первые бабки зарабатываются всегда любым путем, без идей, да, но затем успешное предпринимание отдает в тысячу раз больше, чем он взял, когда он, ну, переступит через свою, как бы, совесть. и в моей жизни, ну, как бы, я старался всегда, как моралист, дей, что, ну, нормально, но кое-какие эпизоды, как бы, не очень, ну, я никого не грабил и не убивал, но кое-что, я стыжу, кое-чему, да, это как бы, но больше я этого повторить не хочу, и давным-давно я про это забыл. Мы сегодня зарабатываем худо-бедно только по центральному банку 50 тысяч долларов в день, не считая филиалов. Ну, это, как бы, доход, не прибыль. Ну, это, честно говоря, до конца вот это не уехал. Я знаю только, это достаточно серьезно. Ну, сегодня, правда, 176 тысяч мы мало заработали, 10 тысяч или по гривне заработали разница, 11 тысяч долларов в день по тем самым по кредитам в этом самом валюте. Вот. То есть, ну, и потом, это не самые большие заработки, которые компания наша, мы занимались серьезными, как бы, делами, но больше никогда возврата к щепачеству мелочности никакой не будет. Всегда поступать по-честному. То есть, если я правильно говорю, идеология вам не такова, если... Но, вы просто, послушайте, я вам сейчас скажу, а вы потом мне расскажете, вот какая идеология. Но лоха ободрать всегда может. Нечастное лицо. Если к вам приходит госструктура или неудачный предприниматель, который дурак закончен, да, и он прямо идет в петлю, мы ничего плохого не делаем. Он берет кредит, вот, он попадет. И мы его разделем на части. Можете даже не сомневаться. Особенно, если госструктура. Одна красота. И это правильно. И это по морали, которая существует в бизнесе. Никаких уступок никто делать не будет. Потому что если дурак и ко мне лохи приплывали, да, он все равно приплывал, только не к нам, а к другому. Но при этом он останется с квартирой, и с машиной, и с женой, и с детьми, вот, и никаких у него проблем. Просто его сам Господь Бог лишает этого. Потому что он не должен. Тот, кому не положено деньги иметь, он все равно приплывет. Каким бы он крутым не был в тот момент, когда он к вам приплывет. И я видел таких, рыдать только хочется. Все имею. Ничего не имею. Но правда, какая-то у них интересная судьба. Все равно они как-то прокручиваются. то есть вот проходит время, он тут же снова сплыл. И его надо снова грохнуть. Вот. Ну правда, как-то, я не знаю, как это объяснить. Ну что, Жиркова простая, да, опять. Ну его, как бы, здесь я рассуждаю так, что он все равно не с нами, так с другим. Ну раз ему приятно с нами кончится, пусть кончается с нами. Это не важно. Я ответил на все? Ответили на мой вопрос и дорогие. Вот. Если вы можете кого-то разодрать, нормально. Это класс. И мне никого не жалко. Здесь нет никакой жалости, ну ничего. То есть, если частные лица может немножко поступить в эти интересные парнии, но как только это его... Да мы вообще с ними не хотим связываться. Не хочу я никаких частных... Если вы видите, что человек, прожектор, дурак, закладывает квартиру, неизвестно под что, под дочь, которая должна спеть когда-то, да? Или пост поступления сына, который потом начнет зарабатывать деньги, да? Понятно, что это... Или вообще бред какой-то, ну, собачий, да? То пусть идет с Богом. И ей ничего не объяснишь. Ужас в том... Вот я был, когда доцентом в университете, я вообще всегда бегал. Я не бегаю уже 4 года, у меня труб отказали ноги. Я бегал весь мир. И я бегал и по Нью-Йорку, и по Стамбулу, и по Тель-Авиву, и по многим-многим городам. Я всегда бегал свои 9 километров я бежал, наверное, несколько раз вокруг земли. И вот со мной бегают, всегда ко мне пристроятся, вот, как известная личность, ну, да, не такой известный доцент всякий из разных вузов. и вот они со мной бегут. Один там, кроме того же лекции, считает, двери ремонтирует, там, еще что-то делает, то они меня спрашивают по дороге. А тогда были, расцветали инвестиционные фонды. Один рассказывает, я в Тибет вложу, этот говорит, еще куда-то. Я говорю, слушайте, ребята, ну вы же со мной бегали, да? Ну спросите меня, я все-таки уже 5 лет, ну, я понимаю, что вы делаете? Вы безумные. Это, ну, безумие. Причем, один сдал квартиру в центре, в ТЦН, слушайте, выехал, сдал за 400 долларов, жил за 50, с семьей, караул, накапливал эти деньги, и они все равно вкладывали. Вот ужас, да? То есть, вот, его все равно обдерут. То есть, он не уйдет, он все равно кончится. Тот, кто пришел приплыть, он все равно кончится. И его ничего не остановит. И никаких аргументов. и ничего невозможно объяснить, да? Хочешь своему угречать, ты что делаешь? Остановись. Чем тебе плохо? Живи себе. С концами. Караул. Вот такая жизнь. И многие из них потеряли деньги, к сожалению. А один бедный уехал в Канаду в 64 года. Все потерял. Повкладывал по всем фондам туда какой-то Гермес был, потом показывали меня не застали это время, там, Олби-дипломат этот, или, там, купи себе немножко этого Олби. Потом это Тибет, там, хрен знает, МММ. МММ. Вселенная. МММ. Вселенная. Праворедных рекламы шла. Да, потом кто-то там спирулину какую-то выращивает. Бедный. Да. Бедный все потерял. Караул. Да и все. И уехал в Канаду на ПМЖ. 64 года. И со мной каждый день общался. Ничего не объяснил. Так что вот такие дела. Можно еще последнее сказать? Вот вопрос по конфиденциальности. Вы говорили еще, что менеджер не должен иметь отношения ни к убийству, ни к проституции, торговле оружием и что-то еще там. А, мы не можем все. Все самое можно. А вот если с другим государственные органы обращаются к вам и у вас на обслуживании находится какая-нибудь фирма, которая является конвертационным центром. Не надо нам конвертационным центром. Вчера я остановил сделку на 14 миллионов гривен. И мы заработали на ней 20 с лишним тысяч. Мы выросли из состояния, когда мы хватались за все. Я не хочу больше ни с чем с этим не делать. Видите, что конвертационный центр срочно служебку закрыть. Хотя мы на этом могли бы зарабатывать больше. Я не хочу. Мы никогда не сообщим, ничего не будем делать. Пусть он найдет другой банк. А наша задача, чтобы я успел из вас сделать великих менеджеров, чтобы вы деньги хорошие зарабатывали. И такие, как вы, еще многие. Чтобы мы всех ставили, чтобы гордились своим банком, ездили на хороших машинах, так, чтобы все нас поздравляли со всеми праздниками, уважали. Ну, сказка. Не хочу ничего. Мы ничем, я вас уверяю, таким не занимаемся. Вот в моем лице, ну, я постараюсь, чтобы вы, ну, я хочу, чтобы у нас было полное доверие. Вы можете мне доверить? Я ничего не делаю в банке. Потому что деньги я зарабатываю, но мне в банке. я не хочу потерять банк. Не хочу никаких проблем. Ну, хватает того, что есть. А вы банк вы оцениваете как одну из наиболее перспективных, так сказать, сверх исправцев, из концертов? В концерне ничего, кроме банка, практически серьезного и не осталось. Есть залоды, один хороший, один клинок. Вот, есть, но я еще буду заниматься страховой компанией. Конечно, было бы мне, это на завтра, будем подавать. Конечно, было бы мне столько лет, сколько вам. Я пришел в бизнес, когда мне было 40 лет. 40 лет. Я уже не могу ничем заниматься. Мне кажется, что если бы я был в вашем возрасте, да, и какие у вас сейчас возможности, ой, вы не знаете моей жизни, таких, как я, кто жил в фашистской тоталитарной стране. Вот. и это было сплошное мучение. Я в ужасе от того, что пришлось пройти. Ну, как бы я, с другой стороны, у меня есть ностальгия, я как будто ощутился в другой стране. Вот. Но, если бы мне было, я много хороших лет пожел при социализме, тогда были другие отношения между людьми, и люди были все простые и доступные, и компании собирались, и никому, ни от кого ничего не нужно было. Вот. Но если бы мне было, это было здорово. Но если бы мне было сейчас только сколько вам лет, я думаю, что мой потенциал, я бы мог перевернуть мир. я верю в это. Мне не хватает сегодня здоровья. Я уже не могу приходить на работу на 9, я еле-еле к 12 там доползаю. Только по объективным причинам. Потому что если я перегружаюсь, я не сплю, а если я не сплю, я раздраженный, нападая на людей, вот, и начинаю. Ну, вы никогда не воспринимаете, это не переносится на личность. То есть только это, с одной стороны, и хорошо, когда я вижу, что человек начинает приседать, ему хана. Бояться меня сразу писать заявление и до свидания. И вчера вот я напал на этого, с кредитом. На самом деле ничего такого не сделал. Ну, нормально все. Это обычная штатная ситуация. Банк я просто люблю, как воплощение реализации своих способностей. Да, я считаю, что я лучший. Ну, как, именно, человек, ну, в моем возрасте заниматься банком хорошо. У меня сумасшедший опыт, я знаю, где могут обмануть, я хорошо въезжаю в разные темы. А я еще буду стараться развивать страховой бизнес. И я еще буду, если вы дорастете, у меня есть сейчас предложение любого из вас, пожалуйста, есть у нас безпека, сразу на проценты директором генеральным. Есть у нас, мы там, есть у нас страховая компания, которую я буду развивать, потому что нам близко, ну, я буду развивать какие-то еще направления. Но сегодня вопрос жизни и смерти это минимизация рисков банки и в связи с очень бурным нашим ростом. И мне это нравится. я люблю документы, я люблю писать инструкции и вас научу. Без этого ни сего менеджмента не будет. А так, можете быть уверены, что я ничего не делаю, чем бы я мог вас компрометировать. Я не беру взяток за кредит, я не делаю никаких левых дел. Все переговоры я веду только в присутствии. Никто вам нигде на улице не скажет, что он со мной в какие-то дела игрался. Я нигде не компрометирую банк ни в каких отношениях. Ни в политике у меня есть своя позиция. Ни в личном плане вы не увидите меня ни пьяным ни в какой компании никто вам не скажет ничего такого, что зацепит и вас. Поскольку ваши клиенты и моё имя сегодня тоже уже играет на... и под меня некоторые просто люди идут. Я моралист. Я всё делаю. Потому что многие банки ориентированные так, что вы не кто, а я всё и всё моё. Я вам рассказываю о том, что на моём месте будет не мой сын или не моя дочь, а вы или вы или любой тот, кто сможет доказать, что он разделяет идеологию, что он способный менеджер. И моим партнёром будет... Но они сегодня мои дети очень хороши. Конечно, я бы хотел лучше их идти. но у них нет такого наставления. Я сказал своему сыну, что я сдох, копейки он от меня не получит, если он себя не проявит и не будет достоин моего как бы и не будет работать. Потому что было время, когда он не хотел работать. я установил ему там 500 долларов зарплату. Ну, как бы за то, что он мой сын. Я сказал, что бы ты ни делал, хоть мама и такая же моя жена. Ничего не будет. Хочешь идти к работе. И вот на общих условиях. Сегодня он хочет в этом месяце продемонстрировать 70 тысяч доходов. Но он сильный. Он сегодня лучше, чем мой. я надеюсь, что он будет самым лучшим. И дочь у меня сильная. Отличная. Мне повезло. Но в принципе они знают прекрасно, что я никого для бизнеса родственные отношения это ноль. Только в плохом бизнесе или в семейном маленьком это имеет какое-то значение. Для моего бизнеса, для нашего с вами бизнеса это никакого значения не нет. Я никого не беру под лату. никаких родственников у меня не работает. А работает на общее основание. Потому что есть многие люди, кого я люблю. Они получают от меня постоянную помощь, которые когда-то мне помогли в жизни. они в ужасном сложении. Это к тому, что все это деньги ничто и все остальное. Я знал людей как раз было все. Сегодня они нищие. Если бы я не давал им денег, умерли. Сбок. Сам министр. 5 лет, 9, 6 лет. Каждый месяц 1 числа они получают свою положенную каждую часть. Но я никогда не возьму их на работу. Они никогда не будут работать. Они никогда не будут никаких преимуществ иметь перед людьми. Еще они не способны. Они по их части. Кто сможет? Пожалуйста. Но это ничего личного. Бизнес ничего личного. Абсолютно. Если только мы хотим выстроить настоящую серьезную систему на всю жизнь для ваших детей или для тех моих и для всех руководить банком будет всегда сам это акций. А что касается акций я вам говорил. Сегодня в компании Ford у Генри и Форда 15% всего акций. Максимум. Для большой компании большое количество акций. жлобства. Я буду выпускать на рынок. Но контроль буду держать до тех пор пока я не начну опираться на людей которые будут развивать идеи. Потому что деньгами я наелся. Я хочу чтобы система которую мы закладываем чтобы она была навсегда. Как существует 150 лет или 170 компаний Western Union или как существует Coca-Cola или еще какой-то банк Ротшильдов там Ротшильд и мини-банк. А банки есть и Морган и мини-банк. А банк номер 2 или номер 3. Заложена была идея. Самое главное это идея. В большом бизнесе это идеология. Если я прав мы выстрелим и захватим Ротшильдов. Если в идеологии у меня есть ошибки я не смогу я не тех набираю мне надо не вас набирать а уже тех которые по блату как делают в овале или чтобы они уже знают полно знакомых и там каких-то людей в банке это проблема идеологии. Тогда прокоп тогда мы прогорели. Господи прости не даю. Если я правильно все выстраиваю и наши отношения и с доходом и свое поведение и все мы заложим основу. И каждый из вас будет иметь к ней такое же отношение вот я надеюсь к самоталантливому как и я. Потому что мы говорим о системе. Это мы серьезно банк это не частное предприятие не просто полома. Мы выполняем важную государственную функцию. Мы проводим через себя платежи клиентов. Делаем миллион операций и пользуемся их доверием. У нас примерно 6% мы контролируем вкладов населения ну было я не знаю а выйдем или денежного рынка я не помню. А выйдем процентов на 20 нам притронуться нельзя. Потому что если мы грохнемся мы положим страну. Во! Знаете что это за махи? У Украины сколько было? Не знаю. Спасибо. До завтра. До завтра.